Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрген. В эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борщ. Каждое утро для миллионов семей в мире начинается примерно одинаково – с чашки бодрящего чая. Причем, вкушаем мы любимый напиток скорее по привычке, нежели осознанно. Ученые подсчитали, что в день человек упивает не менее полутора литров жидкости, из них треть – это чай. О напитке с тысячелетней историей мы сегодня говорим с Еленой Кудиновой, ведущей чайной церемонии. Добрый день, Елена! Здравствуйте! Телефон прямого эфира вы будете видеть на экранах, также вы можете писать нам на Секью с вашими вопросами, мнениями о чае, как часто вы пьете чай. Звоните, пишите нам, я постараюсь озвучить все ваши вопросы. Елена, ну вот хотелось бы сначала в общем теоретически о чае поговорить. Каких сортов он бывает? Ну, самый известный, наверное, вот зеленый, черный, наверное, знают все. Ну, это скорее, Екатерин, не сорта, а виды чая. То есть существует два вида классификации – это европейская и китайская. В китайской насчитывают шесть видов чая. Это белый, зеленый, желтый, улуны или так называемые бирюзовые чаи, красный и черный. Причем нюанс, что в отличие от европейской классификации, те чаи, которые у нас в России принято называть черными, то есть байховые, цейлонские, в Китае этот чай называют красным, а к черным относят только постферментированные чаи, это пуэры. Он действительно черный, темный, насыщенный настой. То есть, как можно понять из классификации, в основном цвет зависит от цвета настоя чая. То есть таким образом, как бы, разбираетесь, то есть вы смотрите не на упаковке, естественно, а вот на то, что получается в чашке. Ну, не совсем, конечно, то есть виды чая и классификация зависит в первую очередь от обработки чая. То есть, в принципе, чайный лист, он один и тот же. Это единственная сорт камелия китайская, зависит уже от вида, где она произросла, какой провинции, на какой земле и как ее обработали. Вот. И, в принципе, классифицируется чай от обработки, то есть от степени ферментации. Зеленые, белые чаи, они не ферментируются вообще. То есть, вот как был зеленый листик, его после определенной обработки сразу сушат и останавливают процесс ферментации так называемым убийством зелени. В принципе, да, это такой перевод с китайского, но, в принципе, процесс простой. Чай обжаривают или пропаривают, там тоже несколько видов обработки. Главный принцип – остановить процесс ферментации. Допустим, желтые чаи, они частично ферментированы. Желтые, насколько я читала, это изначально были чаи императоров китайских. О, да, желтые вообще имеют весьма интересную историю. Они были некоторое время запрещены к вывозу из Китая, то есть только для внутреннего обращения. Хотя в какие-то годы дореволюционные был разрешен вывоз желтых чаев в Россию, но в обмен на саболинные меха, то есть не на деньги, да. Затем они опять были запрещены к вывозу где-то в 60-е годы уже. А сейчас уже можно попробовать? Сейчас в доступе уже все есть. Сейчас можно попробовать, но желтые чаи считаются самыми редкими, потому что они требуют к себе максимального внимания, это только ручная работа, это очень долгий, трудоемкий процесс изготовления. Желтые чаи считаются совершенно нерентабельными и мало какие фабрики готовы этим заниматься. Только, наверное, исключительные ценители. Для высоких ценителей, да. Но желтые чаи – это удивительные чаи, можно сказать, отдельная тема разговора. Не менее интересны улуны. То есть это тоже среднеферментированный чай, он проходит тоже интересную, долгую процесс обработки, и в Китае его называют чайным совершенством. То есть улуны – это как раз одни из моих самых любимых чаев, они самые интересные в работе, как ведущего чайной церемонии. Для улунов существует отдельная чайная церемония, называемая гунг-фу-ча, переводится как высшее чайное мастерство. Там используются отдельные специальные посуды, существует отдельный ритуал. А давайте мы вот сегодня нашу чайную церемонию уже начнем, будем потихонечку разговаривать, потому что чайная церемония, насколько я знаю, очень много времени занимает. Да, чайная церемония длится достаточно долго, от полутора часов. В принципе, мы сегодня познакомимся с более упрощенным способом церемонии пинча. То есть здесь применяется минимальный набор посуды, минимальный набор инструментов. А посуда какая-то вот все специальная или можно, я не знаю, обычную кружечку заварить в обычном чайничке? Ну, для начинающих можно использовать обычные чайнички, обычную посуду, но главный принцип, думаю, я могу рассказать, что необходимо для того, чтобы это было более-менее похоже на китайскую чайную церемонию. Во-первых, используется чибань. Это чайная доска, у нее, главный ее принцип в том, чтобы вода спокойно проходила в специальный поддончик, который под ней не оставалось на поверхности, потому что во время чайной церемонии китайской льется очень много воды. Китайцы говорят, что чем больше воды льется во время церемонии, тем чище и спокойнее становится на душе у ее участников. То есть чайная церемония – это все-таки ритуал? Он, наверное, больше не для вкушения самого чая, да? Нет, Катерина, вы не правы. Это ритуал именно для того, чтобы наиболее полное раскрыть и прочувствовать чай, чтобы пошагово познакомиться с его вкусом, начинать знакомство с сухим листом, настоем, ароматом. Это как раз ритуал, но направленный на наслаждение чаем, в первую очередь. Мы сегодня в любом случае комментировать будем чайную церемонию, а обычно это в молчании делается или во время разговора? Потому что для европейцев, наверное, более привычная такая ситуация. За чашечкой чая поболтают, деловые беседы очень многие совершаются за чашечкой чая. А вот в китайской церемонии молчат все-таки? Нет. Тоже разговаривают? Тоже разговаривают и очень даже любят поговорить. То есть чайная церемония способом пинча как раз она предназначена для таких долгих дружеских бесед. Кстати, во время чайных церемоний, вернее, их используют для переговоров между какими-то партнерами. То есть считается, что во время чайной церемонии человек более открыт, им легче достигнуть взаимопонимания. То есть они находятся на одной волне. Поэтому в Китае это широкая практика проводить переговоры, встречи какие-то именно с применением чайной церемонии. Разговаривать можно. Разговаривать даже, наверное, нужно. Потому что в какой-то момент, когда человек, скажем, я как ведущий чайной церемонии могу сказать, что вот через 2-3 чашечки чая человек расслабляется, он успокаивается, он выходит на какую-то особую волну. Я вот и смотрю, как на объем это, я привыкла такими большими кружками пить. Все-таки можно несколько попить, да? Да. Отличие чайной церемонии китайской, что это маленькие пиалки и многоразовое заваривание. То есть чай пьется пошагово, изучается раскрытие его вкуса от одной, второй. В зависимости от вида чая их можно заваривать от 6 до 16 раз. То есть это очень неторопливый, да, такой медитативный процесс с красивыми движениями. Ну, мы покажем уже дальше. Вот. И, в принципе, где-то к 5-6 чашечке обычно человек настолько расслабляется, настолько погружается в сам процесс и в саму энергию чая, что можно сказать, что время вокруг останавливается. То есть люди находятся вне времени, вот в особом своем мире. И как раз вот в этом состоянии, можно назвать даже измененном состоянии, часто происходят удивительные вещи просто с человеком. Для кого-то, кто находился в состоянии стресса, он переключается, и происходит вот расслабление, не дающий человеку перегореть просто-напросто. Для людей, которым, скажем так, беспокоили какие-то вещи, они не могли найти решение для каких-то своих вопросов. Находят решение даже. Да, то есть это действительно состояние, когда ты выходишь вот из хаоса повседневности, вот этой суеты, поднимаешься вот над этой ситуацией, над собой, над всем, и смотришь со стороны. То есть выходишь за рамки субъективности. Как говорят, меняется точка сборки, вот как угодно это можно назвать. А человек, пришедший на чайную церемонию, сам выбирает тот чай, который вы будете заваривать? Или вы предлагаете, говорите, что вот этот лучше? Я вам как разбирающийся человек рекомендую. Я как разбирающийся человек в первую очередь спрашиваю, с какой целью он приходит на чайную церемонию, потому что цели бывают разные. Кому-то, особенно в первое время, интересна вот внешняя сторона, картинка. Как это всё происходит? Красивые движения, обстановка, свечи, интерьер, музыка, то есть движение мастера, то, что расскажут о самом чая, о самой чайной церемонии. То есть первый момент — это знакомство со всем этим, с самим ритуалом. Но это не обязательная цель, это бывает первой целью прихода. Но люди приходят и снова, и снова, и снова, и цели разные. Кому-то нужно действительно расслабиться, уйти от… Сейчас ты в жизни очень такой быстрый, стрессов много. Да, то есть погрузиться в иную обстановку, в иную атмосферу. То есть это свечи, это музыка приятная, это интерьер. То есть вы как будто в традициях Китая, вот экзотики, вот этой восточной неторопливости, ритуальности. Это очень интересно, это позволяет переключиться, расслабиться. Часто приходят с целью сделать подарок, допустим, своему любимому человеку. То есть романтические вечера. То есть если мы договариваемся заранее, человек говорит, я хочу сделать подарок, то всё бы устраиваться соответственно этой тематике. То есть люди в основном друг с другом. Я как тень просто являюсь интерьером, помогаю им создать нужную обстановку. То же самое с празднованием дней рождения. То есть чайная церемония – прекрасное сопровождение этого праздника. Можно сделать такой подарок своему человеку. То есть чайная церемония, опять же, как способ переговоров. То есть сидят два партнёра, что-то обсуждают. А чайный мастер просто сопровождает этот процесс, просто разливая чай. Здесь от чайного мастера много не требуется. Может быть мы начнём, потому что очень хочется увидеть эти манипуляции красивые. В первую очередь я бы хотела познакомить вас с гайванью. Это один из видов заварника, кроме чайничков, которые используются в китайской чайной церемонии. Гайвань, она также весьма традиционна и ритуальна. То есть считается, что составляющая её – это крышечка, блюдечко и тело гайвани – символизирует, соответственно, небо, землю и человека. Небо, которое всё накрывает, землю, которое всё держит, и тело человека, которое всё вмещает. В первую очередь во время чайной церемонии согревается вся посуда. Горячей водой промываются все предметы, которые используются в чайной церемонии. Кроме гайвани мы используем чихай. Это специальный сливник, кувшинчик, куда сливается заваренный чай. А вы специально придерживаете вот так вот рукава, да? Рукава придерживаются… Нет, это скорее дело в том, что во время чайной церемонии мастер обычно одет женщина в цепа с длинными рукавами. То есть привычка просто придерживать эти длинные рукава, чтобы они не мешали во время работы. Ритуально с чайной церемонии начинается даже знакомство с чаем. То есть первый этап – это человек знакомится с чаем. Мы разглядываем внешний вид его листа, специальные пиалки, которые называются чахэ, колыбель чая. Оценивается его внешний вид, его скрутка, и происходит знакомство. Давайте покажем телезрителям немножечко нагнетись. Мы здороваемся с чаем. Как это выглядит? Ой! Специальная форма чахэ позволяет провести этот ритуал. Человек несколько раз вдыхает и выдыхает в чай, смешивая свое дыхание с ароматом чая. Выглядит это так. Екатерина, можете попробовать. А это какой чай? Это улун, как раз из моих любимых, так называемых дамских улунов, фэнхуан диансу. Пахнет потрясающе просто. Да, у него очень сладкий, приятный аромат. То есть первое знакомство состоялось. С чаем мы поздоровались. Его пересыпают в заварник, в чиху. С заварника может выступать как гайвань, так и чайничек любого. Как много заварки на такой маленький-маленький? Ну, в принципе, это немного. Для улунов, в чем, в принципе, мастерство мастера, он должен быть знаком со всеми чаями, знать, сколько чая надо насыпать, какой температуры его заваривают. А сколько минут нам нужно сейчас на то, чтобы заварился, пока не первый? Нисколько минут нам не нужно, потому что... Прямо сразу? Прямо сразу. Первая заварка, во-первых, не пьется, она сливается. Ею омывается сам чай. С одной стороны, это процедура гигиеническая, чтобы омыть чай, очистить его. Затем омывается вся посуда, то есть ароматом чая. То есть не только кипятком омывается, но горячей водой. Да, и первой заваркой, да. То есть, чтобы чай поделился своим ароматом с посудой. Кстати, первая заварка, опять же, может быть весьма ритуальна. Ее можно посвятить какому-то своему желанию или какому-то духу. Обычно какие-то статуэтки находятся на чайбане. И первую заварку мы можем посвятить им. Пожелать что-то или попросить о помощи, о поддержке. Это своеобразный дар. Ненадолго мы прервем чайную церемонию. Продолжим после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь.